Девушки отдыхают Что у нас здесь? Записка! Что же могла натворить Сара, чтобы этот человек угрожал ей полицией? Милостливый государь, как вам известно, я всегда с огромным уважением относился к вам и к вашей семье. К сожалению, я более не могу закрывать глаза на поведение вашей жены. На прошлой неделе она вновь распугала мою клиентуру. Я знаю, что она не имеет трудных намерений, но вам не мешало бы поместить ее под надзор доктора Фуллера. Похоже, только он способен вразумить ее. Если же подобные случаи будут повторяться, я буду вынужден хоть обратиться в полицию, хоть поверьте, что это станет для меня истинной пыткой. С уважением всегда, ваш Антон Уэллард. Ну вот, записку я уже пропустил с жалобой. Здесь у нас что-нибудь есть? Вообще, игра интересная. Стала, когда я вот именно пришел в этот дом. До этого были какие-то пустые разговоры. Хотя, может, игра стала интересной именно на фоне вот этих бессмысленных разговоров скучных. И вот это как глоток хоть немного интересного воздуха. Ладно, здесь мы закончили или нет? Письмо агента. Агент Сары Хокинс начинал беспокоиться. Похоже, она не подавала признаков жизни. Моя дорогая Сара, с тех пор, как ты оставила нас и поселилась на этом забытом богами острове, твоя работа интересует коллекционера все сильнее. Умоляю тебе прислать несколько новых картин. Последние мрачные, странные и волнующие ушли очень дорого. Прилагаю твою долю от продаж. Не забывай своего друга, который первым увидел твой талант и показал его всему миру. С любовью, Максимилиан. Ну и больше здесь ничего интересного, в принципе, нет. Ладно, идем. Только дневник откроем. Оккультизм. Предметы. Улики. Все. Тут кто-нибудь есть? Надеюсь, дальше игра будет интересной. И будет мало скучных моментов. Это он? Эй, ты, стоять! Мы его уже не догоним. Мне так кажется. Брэдли, вы видели, куда он пошел? Кто? Я никого не видел. Я просто слышал какой-то шум. Вы как? На верхнем этаже кто-то прятался, он сбежал, когда увидел меня. Он должен был быть где-то здесь поблизости. Тут какие-то вещи. А что это такое слева? Поймайте вора! Бежим! Я прикрою. Эта дверь раньше была закрыта. Куда он пошел? Басилла. Это бот, который был спрятан на входе. Похоже на старую морскую карту. Нужно действовать быстрее. Тут ведь на время. А это масло для лампы? Ну тогда ладно. Очевидно, Чарльз Хоккинс очень хорошо знал капитана Хитцройа. Панель сдвигается. Зубчатые колеса, они, наверное, связаны с отпирающим механизмом. Скорее всего, это потайной ход. Нужно найти способ активировать отпирающий механизм. Силой? А хватит ли у него сил? Проклятье, я не могу сдвинуть этот механизм. Мне нужен какой-то инструмент. Кажется, этот книжный шкаф несколько раз передвигали. Теперь, кажется, часть какого-то механизма. Стоп, а что мне здесь нужно? Наверное, координаты какие-то где-то должны быть указаны. Похоже, это страница из журнала. Понедельник. Мы все утро шли на север, капитан, уверен в выбранном курсе. Он говорит, что мы обойдем Орфея в этом сезоне, да будет Господь милостлив к нам. Воскресенье. Я бы предпочел, чтобы киты исчезли без следа. Глядя на их скелеты, мы не можем забыть об их печальной судьбе. Что же пожирает этих огромных зверей? Я говорил Гамильтону, что это дурной знак. Ему наплевать. Вторник. Мы бросили якорь недалеко от деревушки. Местные жители говорят, что вода покраснела от крови священных животных, и что преследовать их значит бросить вызов бога. Я сказал им, что боюсь лишь творца всемогущего, но одному в трюме мне страшно. Пятница. Вдалеке мы увидели огромного кита. Кажется, киты такого размера вообще никогда людям не встречались. Он поет дьявольскую песнь. Гамильтон хочет его убить. Среда. Мы его поймали. Это самый страшный кит, которого я видел. Его запомнят как самую большую добычу в истории. Люди погибли, но мы победили. Этот день будет праздновать... Будут праздновать еще долгие годы. Вторник. Мы победили Орфея, который пришел с пустыми трюмами. Теперь будут помнить только Сциллу и Гамильтона. Должна быть какая-то связь с морской картой. С какой картой? Или он про глобус? А, вот карта. Я заглублю ее. Маршруты описаны в журнале. Но тут не так уж и много мест. В итоге-то... Координаты здесь... Больше всего выделяются 33Н... 53... Ладно, надо осмотреться. Похоже, на кельтские руны. Чарльз, наверное, привез их из дальнего путешествия. Стоп, а это прокачало что-нибудь? На 5%. А медицина... Блин, я не пойму, это качается или нет. Тут, по сути, еще что-то должно быть. Разгалочки нет. Почему эти письма здесь, а не среди вещей Сары? Эти письма вскрыты, но, очевидно, не покидали кабинеты Чарльза. Они перевязаны тесемкой с аккуратным узелком. Зачем Хокинс перехватывал почту своей жены? Теперь галочка есть. Похоже, это нарисованная от руки карта острова. Некоторые части карты выделены. Интересно, зачем? Ладно, ой. Посмотрю, что здесь еще, ведь я очень быстро прибежал. Я думал, что от меня действительно что-то зависит. Поэтому побежал за вором. Здесь я был. Кстати говоря. Это закрыто. Вот здесь у нас что? Может, я что-то упустил? Вот здесь, например, знак вопроса. Значит, здесь есть улики. Я не могу эту лампу выключить. Надеюсь, я читал. Блин, почему знак вопроса-то? Что за подстава? Человеческое тело, сравнительный анализ. Медицина прогресс. Это 2% дало. Это очень мало. Вообще не очень мало. Но как я вообще ее пропустил? Вот здесь вопрос. Но я ничего не вижу. Ладно, бежим дальше. Просто осмотреться не помешает. Ладно. Спрыгнуть я уже не могу. Придется бежать пешком. Я попробую выставить эти координаты. Если не получится, то... Я и не знаю. Опа. Эти бинты покрыты высохшими пятнами. Такие же бинты я видел на складе в доках. Судя по пятнам крови, им пользовался один и тот же человек. Ну вот, случайно нашел. И там остался знак вопроса. Значит, я что-то все-таки упускаю. История медицины. Еще 2%. Не стоило здесь бежать вообще. Ладно, давай попробуем. Только как это работает? Например, вот здесь. 33. И 53. Если наоборот. Например, вот здесь. И 33. Нет. Так. Стой, назад. Давай посмотрим еще раз на эту фигню. Это должно быть в связи с северной маткой. Видно, как навигационные путь, которые описаны в логе. Там океан какой-то. Это не то. Вот, например, 50 где-то. И 30. Наверное, вот здесь. Стоп. Во! Кажется, получилось. Отлично, Пирс. Еще бы не отлично. Столько времени потратил. Он по-быстрому сюда смотался. Этот воришка. В туннеле под особняком. Комната в особняке Хокинсов, где начался пожар, пролила свет на многое. Пирс и констебль Брэдли в поисках улик напали на след уцелевшего во время пожара. Когда человек в капюшоне ворвался в мастерскую Сары Хокинс, чтобы похитить ее картину, детектив и полицейские бросились вслед за ним. Проследовав за взломщиком до кабинета Чарльза, они обнаружили потайной ход. Пирс и Брэдли спустились в туннель, идущий под особняком. Потайной ход. Под особняком, прямо как в детективном романе. Так, это мы просто помечаем места. Кто бы мог подумать, что под особняком расположена такая огромная и запутанная сеть пещер. Она оказалась укрытием для какого-то культа. Не могу поверить, что Сара и Саймон жили прямо над такой опасностью, ничего не подозревая. У меня есть четыре очка. Силы ему тогда не хватило. Взлома мне также постоянно не хватает. Может, сюда и сюда? Чтобы по 50... Ой, по 60% было, а не по 50. Этот парень, наверное, уже далеко. Да, и у него был прямой выход к месту преступления. Мы должны найти его. Три стула. Смотрите, здесь кто-то недавно был. Чарльз Хокинс часто бывал в этом месте? А кто остальные? Чтобы не прятал здесь Чарльз, он не хотел заносить это в дом. Что должна олицетворять эта маска? Что еще? У меня есть галочка или нет? Они ничего не уронили. А вот это фигня. Выйти я не могу. Посмотреть, что там тоже. Посмотреть, что здесь тоже. Это не осматривается. Ты что за подстава-то такая? Эй. Кто-нибудь? Сколько можно? Я не могу выйти. Ура! Этот клочок ткани совершенно точно оторвали от платья. Сара Хокинс. Она от кого-то пряталась? Галочки все еще нет. Следовательно, это не все улики. Стоп. Тот, кто здесь сидел, мог видеть Сару Хокинс. Это может иметь отношение к ее смерти? Так. Улики. Странное скрытое помещение, расположенное у входа в пещеры. Заставляет задать новые вопросы. Судя по столу и трем стульям, Чарльз Хокинс с кем-то здесь встречался, причем гостей было не больше двух. Еще выше смущают предметы эзотерической природы. Возможно, тут замешан какой-то культ. Судя по прыгкам ткани, здесь была и Сара Хокинс. Не угрожала ли ей опасность из-за того, что она обнаружила эти туннели? Этот замок слишком сложен для меня. Ты даже не попытался. У тебя сейчас 60. 60% на взлом. Хотел сказать 16. Но нет. Ничего не упускаю. Можно дальше вниз идти? Конечно. И что-то подсказывает мне, что нам придется забраться по этим ступенькам. Там ведь кто-то идет. Весь остров пронизан туннельными. Пещера большая. И тут наверняка должны быть другие входы. Зачем он кричит? Проход идет дальше вниз. Он не сможет начать отсюда. Я туда не полезу, я лучше найду другой путь. Я бы не хотел портить форму, если можно. Ладно, ладно. Поищите другой фото. Я попытаюсь счастья внизу. Зачем так кричать? Вернитесь в главную пещеру. Дополнительные задачи. Как дела? Ты здесь пройти-то сможешь? Вон оно что. Не намочил свои штанишки-то? Что-то вроде ловца снов. Если я коснусь, его он рассыплется в прах. Ну, коснись. Ну и как хочешь. Этим рисунком, наверное, несколько столетий. Племя людей, поклонявшихся морю и его дарам, высадилось на берегах острова, окруженного темными водами. Их обнаружило существо, которое некоторые зовут пожирателем китов. Долгие годы существо преследовало их во снах, пока ослабленные умы их не сдались. По приказу существа спустились они в темные воды, окружающий остров, и не вернулись. Не можешь это осмотреть? Это чудовищное существо, наверное, какая-то аллегория. Ну-ну. Эти лежащие люди, они мертвы? Или спят? Наверное, мертвы. Что тут еще интересного? Неплохой такой у них домик был. О, одно очко. Сразу можно что-нибудь прокачать. Ну то есть вот медицину и оккультизм я не могу сам качать, только книги. Остается пять навыков. Поиск. Давай прокачаем поиск. Это открыть нельзя с этой стороны. Ничего, не упускаю. Время не пощадило эти постройки. Ну еще бы. Блин, да тут может жить целое поселение. Столько места. У меня нет времени осматривать все ящики. А это что такое? Похоже на животный жир, но явно не китовый. Это что за вечный огонь? Сейчас нападут опять. Что тут происходит? Зачем он кричит? Пирс! Мы не одни. Мы не одни. Тише. Боже милостливый. Во что вы меня втянули? Мы узнаем. Я пойду, а вы постарайтесь не высовываться. Да там есть проход. Встретимся внизу. А у меня? У них там что, жертвоприношение какое-то? Сол для жертвоприношений. Но это не люди. А это его. Портрет. Вот это место. Он видел это во сне. Может и она его во сне видела. Я так и думал, что это те самые пещеры, потому что очень похоже было. Тут ничего нового не написали. Иногда вы начинаете паниковать. Бегите из таких мест как можно быстрее. Блин, тут закрыто. Нет, черт побери, я должен найти выход отсюда. Зачем ты паникуешь-то? Да быстрее. Теперь моя очередь? Да, время пришло. Скоро ты станешь одним из нас. Если тело твою и разум, твой готовы. Мне это снится каждую ночь. У меня постоянное видение. Я готов. Я готов. Хорошо. Докажи. Прямо как в моем сне. Ну вот, у тебя тоже видение. Похоже, его недавно использовали. Может быть, в каком-то ритуале. Я нашел этот кинжал в туннелях под особняком Хокинсов. Хозяин бросил его, когда ушел с другими мужчинами в капюшонах. О, оккультизм, прогресс. Сколько это мне дало? 5%? Блин, я просто забыл, сколько здесь было, но... За эти вещи явно дают больше, чем за медицину. Поэтому стоит все тщательно осматривать, чтобы ничего не пропускать. Я не умею читать на латыни. 35, да, по 5% дают. Наверное, это в дальнейшем пригодится. Тут у нас тоже закрытая дверь. Нет, открыто. Нет, куда ты пошел? Я хотел сзади посмотреть, что есть. Вот, древний спящий, прими этого остановиться под свое бессмертное крыло. Я ктулху, них цеха. Дай ему плоть свою и прими его, чтобы тело, его и тело твое, стали едины. Блин, тут ничего. А там, наверное, сейчас что-то интересное произойдет. Дай ему разум свой, прими его, чтобы разум, его и разум твой стали едины. Может быть, может быть... Так... Я его чувствую. А у тебя и в самом деле, Дар, ни слова больше. Пусти его в себя. Но спящим и молимся твоим возвращением в царство земное. Они спят так? Блин, а вот здесь? А, это лифт. Ну тогда мне вот сюда. А туда я тоже мог подняться? Мне кажется... А, нет, открыто. А я не стал подниматься. Я думал, они спалят. Там, наверное, книги тоже лежали. Брэдли, что вы тут делаете? Я увидел, как туда спускаются два странных человека, и решил, что ничего хорошего это не предвещает. А это что еще такое? Нарушитель? Вот черт. Не с места полиция. О, он это тоже видел. Не с места. Сделять будет. Брэдли, назад-назад. Вы сами напросились. Чарльз, вы не должны были это увидеть. О, так он не умер. Все рушится. Нужно выбираться отсюда. Это он замочил свою жену. Ребенка. Или они тоже живы? Нога. Моя нога. Это кто? Кому-то меньше повезло. Не туда, да? Ладно, поползли. Свет, наконец-то. Может, его накрыло? Помогите. Теперь точно накрыло. Так, Пирс и констебль Брэдли последовали за взломщиком в тайное место встреч культа, скрытые в сети подземных пещер прямо под особняком Хокинсов. Они стали свидетелями странной церемонии, которую проводил вполне живой Чарльз. Брэдли попытался арестовать его, но Хокинс, тело которого подверглось многочисленным мутациям, выпотрошил полицейского. Пытаясь скрыться от Хокинса, Пирс попадает под обвал. В критическом состоянии он оказывается в Риверсайдском институте. Ну вот, такое в трейлере было. Приготовить еще одну инъекцию. А его лечат или тоже хотят мутантом сделать? Нет. У него припадок. Он выживет. Сильный субъект. Вот, он открывает глаза. Вы спасли его. Я не могу подняться. Не двигайтесь, Пирс. Знали бы вы, как вы нас напугали. Что вы со мной сделали? Выстегните ремни. Спокойно, мой друг. Это Брэдли. Это значит сон какой-то. Вы были мертвы, он убил вас. Уверены, что ему лучше? Он был мертв, и я тоже. Мы были мертвы, и что вы делаете? Что ты делаешь? Простите, мой друг. Что? Нет! Нет. Что со мной произошло? Где я? Что произошло? Где я? Ну, игра стала интересней. Хорошо, я надеюсь, так и дальше будет. У вас нет выбора, Сандерс. У нас тоже. Вы не понимаете, если я выйду, он меня увидит. Нет, нет. И сейчас же вы идите из палаты. Прошу, я не хочу, чтобы он нашел меня. Он там все изрисовал. Что это такое? Ну, давай ждать будем. Как там твое тело? Ничего не болит? Это, наверное, какая-то галлюцинация. Тот мужик ведь мертв. Они выследили меня и погнали за мной. И изгнали меня прямо в свои сны. Они исчеркали всю карту из-за моих уединенных блужданий. Можете не подниматься. Ни одно море не сможет скрыть цвет моей крови. Ни один ветер не сможет развеять мои сны. Он разве в такой одежде был? А, или он сейчас идет, и у него глюки. С больницей. Когда поднимается последний из них, ты выберешь, поднимется. Я не смогу увидеть это, потому что ты меня отпустишь. На земле отразит твой крик. Или их. Проснись и освободи меня. Эй, вы, просыпайтесь. Давайте же. Вставайте. У нас мало времени. Вы можете встать? Кто вы? Друг Этана Бре, где он сказал мне, что вас поместили сюда. Дождите, он жив? Ничего не понимаю. Вы накачали меня наркотиками, и я не отличаю сна от реальности. Прошу вас, поверите мне, я не имею никакого отношения к такому позорному подходу. Слушайте, у меня нет времени объяснять вам все. Я вообще-то не должна быть здесь. Этан говорит, говорил, то же самое касается и вас. Вы должны уходить как можно скорее, и по возможности незаметно. Я принесла вашу одежду, и я пойду вперед, встретимся наверху. Подождите. Что тут делают с пациентами? И что приводит их в такой ужас? Я сама хотела бы узнать. Я их вижу только, когда их поднимают наверх, чтобы подлечить. Подлечить от ран, которых у них не было раньше, но сейчас не время и не место говорить об этом. Мы должны здесь оставаться. Там лестница, стоят два охранника, и это единственный путь наверх. Я попробую отвлечь их и увезти хотя бы одного. Вы просто идите за мной, когда путь будет свободен. Понятно. Так. Ну, что-то новое. Ритуал. Одно очко есть. Может. Пусть будет поиск. Так, Чарльз. Жив, несмотря на чудовищную внешность, это существо походило на Хокинса. Оно напало на Брэдли, когда тот его узнал. Что же случилось с Чарльзом в день пожара? Сильные ожоги не могут привести к подобной трансформации. Что-то тут не так. Мари. Подруга констебля Брэдли работает врачом. В институте задолго до моего появления на острове она узнала про незаконную деятельность Фуллера. Она хочет пролить свет на истинную природу его экспериментов и считает, что, оказав помощь мне, она продвинется и в своем расследовании. Что ж, думаю, на этом можно закончить. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok